Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Я и мои коллеги готовы знакомить вас с событиями, которые произошли к этому часу. Эхо питерской трагедии в Самаре. Усилены меры безопасности в общественном транспорте. На особый режим переведены охранные службы метро, вокзалов и аэропорта Курумыч. Незаконные киоски не пройдут. Присекать их установку будут специальные мобильные группы вместе с полицейскими. Увеличить число общественных советов. В процессе управления городом нужно вовлечь как можно больше людей, считает мэр Олег Фурсов. Самарский врач Виктор Поляков провел первую в стране операцию на сердце. В кардиодиспансере сегодня в память о выдающемся хирурге появилась мемориальная доска. Они строят танки и самолеты, но огневой мощью никому не угрожают. Моделисты демонстрировали свой арсенал на фестивале «Мужские игрушки-63». Внимание, розыск! Полицейские ищут преступника, который в народе известен как Орский маньяк. Он насиловал и убивал молодых женщин. Трупы своих жертв прятал в лесу. Экспертиза установила, от рук маньяка погибли как минимум семь девушек. Преступник орудовал в районе автодорог Оренбург-Челябинск и Самара-Оренбург. В Орске, поселках Новосергиевка, Каменноозерное, Тасбулак, Мажаровка. Подозреваемый Андрей Валерий Николаевич на вид ему 60-65 лет. Рост примерно 173 сантиметра. Особые приметы – золотые коронки на зубах слева и справа, на животе шрам от операции. За информацию, которая поможет найти подозреваемого, губернаторам Оренбургской области гарантирована премия в размере 500 тысяч рублей. Еще миллионы обещают в МВД России. В Самарской области усилены меры безопасности на общественном транспорте. На особый режим переведены охранные службы метро, вокзалов и аэропорта Курумыч. Такие меры связаны с терактом в Санкт-Петербурге. Взрыв произошел накануне днем на перегоне между станциями метро Технологический институт и Синная площадь. По последним данным, 14 человек погибли, 44 получили травмы. Соболезнования родным и близким погибших выразил губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Цитата. «Этот бесчеловечный акт еще раз свидетельствует о том, что силы, заинтересованные в активизации террористической деятельности и дестабилизации ситуации в России, продолжают оставаться главной угрозой для нашей страны и всего мира. Поэтому борьба с терроризмом сегодня по-прежнему является важнейшей задачей нашего государства и общества». Трагедия в Санкт-Петербурге заставила самарцев быть более внимательными и осторожными. В понедельник в 10 часов вечера в Сбербанке на улице Революционная жители заметили подозрительный предмет и сразу же вызвали полицию. На место в считанные минуты прибыли саперы-кинологи с собаками, бойцы ОМОНа, несколько машин скорой помощи. После проверки выяснилось, вызов ложный. Вместо бомбы в помещении находилась бесхозная коробка. Заранее продумать пути отхода самарских коммунальщиков просят как можно скорее составить маршрут вывоза мусора в связи с ремонтом Южного моста. Его перекроют уже в апреле. Основной поток транспорта уйдет на мост на улице Главная. На Южном останутся две полосы из четырех, по которым смогут ездить только легковые автомобили. В связи с этим грузовики с мусором должны будут двигаться в объезд на полигон в Преображенку, либо вывозить отходы на другие свалки. На плановом совещании по вопросам ЖКХ речь зашла и о большой весенней уборке города. Управляющие компании должны иметь весь необходимый инвентарь, чтобы выдать его жителям. Также городские власти просят коммунальщиков быть бдительными в связи с терактом в Санкт-Петербурге. Обращайте внимание на все незнакомые и подозрительные предметы. Но принять меры предупредительного характера, то, что в наших силах, это можно. Давайте именно об этом мы будем помнить и каждый в рамках своих должностных полномочий действует. На совещании первый замглавы Владимир Василенко отметил работу некоторых управляющих компаний и муниципальных предприятий. Их руководители получили грамоты и памятные подарки. Незаконные киоски не пройдут. Обычно нелегальные ларьки устанавливают в вечернее время. Пресекать такие нарушения будут специальные мобильные группы вместе с полицейскими. Нарушителям грозят серьезные штрафы. О киосках, лотках и рекламных счетах, которые вышли за рамки закона, говорили на совещании в городской администрации. Как черт из табакерки, периодически в разных районах Самары появляются незаконные киоски. Ставят их без разрешения и необходимых документов. Следовательно и продукция, которую торгуют в таких ларьках неизвестного происхождения. Контролировать, чтобы неприглядные и незаконные киоски не возникали во дворах рядом со школами, будут специальные мобильные группы. Их создадут в каждом районе. Неоднократно получали, получаем жалобы на размещение несанкционированных объектов потреб рынка. Я в пятницу был свидетелем, собственно говоря, такого монтажа. И вместе с главой и сотрудником полиции мы пресекли, скажем так, это деяние. И мной принято решение о создании районных групп мобильных, которые будут работать в вечернее время, ориентировочно с 6 вечера до 12 ночи, для того, чтобы выявлять такие акты, такие попытки. Если люди хотят заниматься цивилизованным бизнесом, они должны пройти определенную, скажем так, логику регистрации и получить разрешение. Не место на улицах города и незаконной лоточной торговли. Неизменные спутники таких развалов, грязь и мусор. К тому же за качество продуктов никто не ручается, а значит, они могут быть просто опасны для здоровья. Уже две недели сотрудники Департамента потребительского рынка и услуг вместе с полицейскими проводят рейды по местам такой нецивилизованной торговли. Нарушителям закона выписывают штрафы. На прошлой неделе 30 числа у нас был выход в Куйбышевский район, Пугачевский тракт 19-25 и Молодежный переулок 20. Составлено 12 административных протоколов. Работу продолжаем мы дальше. Порядок наводят и в сфере рекламы. Незаконные щиты долой. Коснется это и тех конструкций, что установлены на частных территориях. Собственниками земли, которые разрешили разместить на ней нелегальные рекламные щиты, будут работать межральонные группы из сотрудников администрации города, прокуратуры и полиции. Марина Кравцова, Станислав Ливин. События. Относиться к городу как к собственному дому. Таков залог чистоты и комфортной среды. Свой вклад в благоустройство Самары может внести каждый житель. Представители ведущих СМИ, религиозных конфессий, общественных организаций подписали соглашение о совместных действиях по сознанию комфортной городской среды. Оно подразумевает объединение усилий властей и жителей в наведении порядка в городе. Не только словом, но и делом самарские журналисты станут активными участниками весенней уборки города. Руководители ведущих СМИ и глава Самары Олег Фурсов подписали соглашение о совместных действиях по созданию комфортной городской среды. И это событие для журналистского сообщества не просто закадровый текст. Журналисты сегодня не только с удовольствием рассказывают о том, как горожане принимают в этом участие, но вместе с ними выходят на улицы города. Думаю, это здорово и замечательно. Соглашение о сотрудничестве подписали также представители религиозных конфессий Дома дружбы народов и Союза народов Самарской области, а также молодежного парламента. Для жителей Самары в этом году власти приготовили необычный сюрприз. Самые чистые дворы будут благоустраивать по федеральной программе. 27 по 3 в каждом районе оборудуют системами видеонаблюдения. За активное участие в генеральной уборке города люди старшего поколения получат дисконтные карты на скидку в продуктовых магазинах. Среднего возраста билеты в театры, музеи и на выставки. А молодежь отправится на концерт звезд российской эстрады. Общественные молодежные парламенты в своих районах будут организовывать субботники, привлекая таким образом наибольшее количество молодежи, жителей города, администрацию. То есть совместными усилиями, я думаю, у нас получится наилучший результат. Соглашение подписали уже больше 40 организаций. В частности, строительные компании выступили с инициативой на субботниках привести в порядок деревянные дома в историческом центре Самары. Марина Кравцова, Артем Сулайманов, События. Общественных советов в Самаре станет больше. Это сделает совместную работу власти и жителей более эффективной. Об этом говорил глава города Олег Фурсов на встрече с представителями общественных советов промышленного района. Первые объединения активных самарцев появились в районе два года назад. В этом году их число хотят увеличить в три раза. В состав совета войдут старшие по дому, председатели ТОСов, представители общественных, образовательных, медицинских и других учреждений. В процесс управления городом нужно вовлечь как можно больше людей, отметил Олег Фурсов. Мы с вами тут и там видим окурки, выбрасываемые из окон автомобиля, мусор, выбрасываемый в пакетах, организован из балконов. То есть ситуацию можно переломить только путем вовлечения большего количества людей в процессы преобразования в Самаре. Это ни для кого не секрет, что мы приближаемся к чемпионату мира по футболу. И главная сейчас задача это привести город в порядок, сделать его цветущим, красивым, благоустроенным. Нет, не жалею ни о чем. В минувшие года мне выпало жеребий стать врачом и здесь моя звезда. Эти строки легендарный самарский кардиохирург Виктор Поляков посвятил любимому делу, которым занимался 50 лет. Сегодня ему могло бы исполниться 80, но в сентябре 16-го года светило медицины не стало. В памяти золотом докторе возле его кабинета в кардиологическом центре была открыта мемориальная доска. Марианна Мирная выслушала воспоминания о Викторе Полякове. Он родился в яркий солнечный день 4 апреля 1937 года и всю жизнь дарил людям тепло. Врач от Бога, хирург Виктор Петрович Поляков вылечил десятки тысяч человеческих сердец и в сердце каждого, кто его знал, оставил только лучшие воспоминания. Мне так его сейчас не хватает. Я думал, что я уже взрослый достаточно человек, а вот чувствую себя сейчас, в общем-то, осиротевшим ребенком в какой-то мере уже в течение полугода. Мне его очень сильно не хватает. Не хватает его вот этой вот душевной доброты, не хватает надежды, которую он всегда дарил. Вот чем он отличался, он умел дарить надежду. В 1980-м Виктор Поляков впервые в России провел под гипотермией операцию на сердце, а вскоре уникальную операцию лабиринт, за которую он был удостоен звания лауреата национальной премии призвания. Его имя внесено в энциклопедию «Лучшие люди России». Его учениками называют себя больше трех тысяч врачей-кардиохирургов. Те, кто с ним работал в один голос, вспоминают даже не о его золотых руках, а о большом добром сердце и широкой душе. То, как работал Виктор Петрович, его технику, как он оперировал, и сам, как он вел, как он создавал ауру операционной, какая бы ситуация ни возникала во время операции, будь то экстренное кровотечение или что-то нештатная ситуация, он, во-первых, всех успокаивал, ни на кого никогда не кричал, все делал аккуратно, правильно и в основном выходил с честью всех еще же государственных ситуаций. В первую очередь мы говорим о духе, который Виктор Петрович зародил в кардиохирургической и кардиологической школе Самарской области, потому что на самом деле это совершенно другие люди с душевным отношением к пациенту. Вот это вот самое основное. Мемориальная доска в хирургии – только первый шаг. В городской администрации уже согласованы бумаги, и осенью еще одна доска появится и на самом хирургическом корпусе кардиоцентра. Марьяна Мирная, Константин Головин. События. Далее коротко о других событиях дня. Турист из Самары погиб при загадочных обстоятельствах в Кабардино-Балкарии. В Приэльбрусе исследователи проводят проверку по факту обнаружения тела 31-летнего самарца в гостиничном номере в поселке Терскоп. Он поселился в отеле 23 марта, а на следующий день другие постояльцы почувствовали неприятный запах, который исходил из его номера. Обеспокоенные жильцы обратились к администрации отеля. Когда дверь номера вскрыли, то обнаружили туриста мертвым, а еще одну жительницу Самары без сознания. Девушке оказали первую помощь, а сейчас она находится в удовлетворительном состоянии. Объяснить, что произошло в номере, она так и не смогла. В Тольятти завершился прием документов от претендентов на пост мэра. Лучшего из числа кандидатов предстоит выбрать специальной конкурсной комиссии, которую возглавляет губернатор Самарской области. В ее состав также входят представители городской общественности и местные депутаты. В списке 19 фамилий. Причем 13 человек обратились в комиссию в последний день, 3 апреля. Среди них есть представители местного бизнеса. По одному кандидату от городской администрации и Думы, один пенсионер, двое временно не работающих. Фамилия действующего мэра Сергея Андреева минувшим вечером в списке отсутствовала. Весеннее тепло придет в Самару уже на этой неделе. По прогнозам синоптиков, постепенное повышение температуры воздуха начнется со второй половины недели. Днем воздух будет прогреваться до 5-11 градусов. 4 апреля в Самаре ожидается облачная погода, но с прояснениями температура воздуха составит минус 2-3 градуса. В ночь на среду 5 апреля столбики термометров опустятся до минус 5 градусов, а при прояснении до минус 10. Местами на дорогах будет гололедиться. Днем будет держаться плюсовая температура 1-5 градусов. И снится им не воздух загрязненный. Самарские школьники проводят акцию «Экологический автобус». В ней участвуют все городские школы. Волонтеры призывают самарцев беречь природу и навести чистоту вокруг своих домов после зимы. В первый рейс экологическим автобусом отправилась Олеся Корецкая. Вот такие экологические автобусы выезжают из самарских школ каждый день. Ребята выступают в парках, скверах, на площадках, приглашают самарцев убирать свой город. Экологические автобусы появляются на самарских улицах третий год. В этом году старт дает волонтерский отряд 13-й школы. У нас в каждых школах фактически есть экологический отряд, есть волонтерский отряд, который проводит вот эти акции. И мы очень рады, что нам посчастливилось стать первыми, то есть открывать эту городскую акцию «Экологический автобус». Зеленый десант высаживается на Волжском проспекте. После короткого выступления раздают прохожим листовки, которые разработали и напечатали своими силами. Напоминают о бережном обращении с природой, зовут вместе убираться на своих улицах. В морозное утро не все самарцы настроены бороться за чистоту. Он вас приглашает участвовать в экологической акции. Да это не сейчас, люди у нас дикие прям. Но в большинстве своем приглашение привести город в порядок принимают с улыбкой. Все должны участвовать в этом, весь город, чтобы он был чище наш город, красивее, экологически чистый был город. Кроме призывов поучаствовать в большой весенней уборке, волонтеры сами отправятся на все субботники. Олеся Корецкая, Василий Калдашов, События. Не в «Шевроле» пойдется молотка. GM АвтоВАЗ продляет программу утилизации. На каких условиях можно сдать свое старое авто, знает наш экономический обозреватель Лариса Шалафаст. Здравствуйте. Нефть пока удерживается на отметке выше 53 долларов за баррель. Валюта чуть подорожала. Курс на 5 апреля. Доллар 56 рублей 55 копеек, евро 60 рублей 24 копейки. Золото стоит 2249 рублей, серебро 32 рубля 78 копеек за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего. Доллар можно было купить за 56 рублей 35 копеек, дороже всего продать за 55 рублей 90 копеек. Управляющие компании хотят исключить из схемы платежей за ЖКХ. Соответствующий закон вносит на рассмотрение в Госдуму. Если депутаты одобрят инициативу, люди будут платить напрямую поставщикам услуг. Доля отечественных продуктов на прилавках магазинов достигла рекордного уровня. По информации Минпромторга, на импортные продукты приходится не больше 23% от общего количества. А GM АвтоВАЗ продлевает программу утилизации «Шевроле Нива» до конца апреля. Автовладельцы смогут обменять машину по программе «Трейд-ин» или сдать на утилизацию и получить скидку на покупку нового авто. На этом все. Удачи в делах! Мальчики взрослеют, но продолжают играть в игрушки. Только эти танки и самолеты собраны своими руками. Моделисты демонстрировали свой арсенал на фестивале «Мужские игрушки-63». Самые безопасные выставки боевой техники – репортаж Андрея Горгуленко. Вячеслав Симонов моделизмом занимается больше 10 лет. Собрал множество танков и автомобилей. На изготовление модели уходит разное время, но на фестивале он представил модель, над которой работал почти два года. Я работаю по фотографии, нахожу фотографию какого-то танка и потом уже подгоняю под него модель. И самым сложным было найти все правильные элементы этой модификации и их правильно расположить на модели. Модель – это не просто купить коробочку и собрать. Тут еще нужно очень много знать для того, чтобы сделать это все максимально правильно. Любители конструировать и коллекционировать модели боевой техники объединил фестиваль «Мужские игрушки-63». Танки, самолеты и целые диорамы, выполненные с максимальной точностью и реалистичностью. А для начинающих моделистов устроили мастер-класс, где рассказали о тонкостях работы. Акрил лучше промешать, а потом залить. Он будет более равномерно выходить. Это просто проверенный факт. Несмотря на то, что сообщество моделистов в Самаре большое, подобный фестиваль прошел в первый, но далеко не в последний раз. Организаторы обещают – встречаться будут четыре раза в год. Многие моделисты друг о друге не знают. Они могут встретиться просто в магазине, и то случайно. Вот как раз наша цель – сплотить все эти сообщества, и чтобы они у нас выставлялись. Мы призываем всех коллекционеров, всех моделистов, чтобы приходили, участвовали, обменились опытом. Самые яркие работы после фестиваля останутся украшать стенды еще полтора месяца. Андрей Горгуленко, Максим Гусев. События. Веснушка стартовала. Десятый год в Самаре проходит открытый фестиваль самодеятельного творчества студентов среднеспециальных учебных заведений. До 28 апреля, а именно в этот день состоится заключительный гала-концерт с объявлением победителей. Студенты будут соревноваться, кто самый смешной, самый музыкальный и самый артистичный. На открытии фестиваля в Самарском энергетическом колледже побывала Марианна Мирная. Итак, наша первая миниатюра – неуверенный преподаватель. Ну что, Саш, ты не сдал. Нет, я сдал. Ну ладно, сдал. Наша следующая миниатюра – борец, который может выбраться из любого захвата. Между нами дай и его заплатить. Стартовали с фантастических животных или маленьких секретов по мотивам Джоан Роулинг. Студенты энергетического колледжа репетировали днем и ночью, чтобы концертная программа получилась яркой и насыщенной. Второкурсница Марина Буренок, несмотря на то, что учится на электрика, с большим удовольствием занимается вокалом. А Веснушка – хороший повод продемонстрировать свой талант. Все это… Музыка Я считаю, что для нас та атмосфера, которая происходит в зале, которая творится за кулисами, это так бодрит, объединяет. В общем, это очень удивительное событие, и я думаю, просто всем за счастье поучаствовать. Самое крутое – это подготовка, это когда генпрогоны, суета, все, тише, 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 а все равно хочется общаться, ты общаешься, но вас кричат, и это самое такое клевое. В этом году традиционный городской фестиваль вышел на областной уровень. Кроме среднеспециальных учебных заведений Самары, в нем примут участие студенты региона. Свои программы представят несколько Тольяттинских колледжей и колледж Новокуйбышевска. Тематически шире стала и программа фестиваля. Ребят не стали ограничивать в выборе направления. И по большому счету на сцене происходит то, что волнует молодых людей. Городской студенческий фестиваль «Веснушка-2017» – это возможность для молодых и талантливых показать себя, пофантазировать и применить свои вокальные, танцевальные и актерские способности. В фестивале примут участие 15 профессиональных образовательных учреждений. В неконкурсный день пройдет 19 апреля. На концерте будут показаны творческие номера, не вошедшие в основную программу фестиваля. Такой подход позволяет привлечь еще больше молодежи в активную творческую жизнь своих училищ и колледжей. В этом году, опять-таки, по просьбе самих ребят, у нас появился такой предварительный этап, как мастер-классы по направлениям фестиваля. И по шести направлениям мы провели мастер-классы с ведущими педагогами города, чтобы ребята могли где-то улучшить какие-то свои умения, улучшить какие-то свои знания в области творчества, понять, каким образом реализуются эти мероприятия. Режиссура, организация концертов, вокальное и танцевальное актерское мастерство, оригинальный жанр. Консультации профессионалов по всем направлениям и практические занятия вызвали большой интерес у молодых участников. Фестиваль «Веснушка» организуется в рамках муниципальной программы «Молодежь Самары» на 2014-2018 годы. Ее основная цель – создание условий и возможностей для эффективной самореализации и успешной социализации молодежи, для развития ее потенциала, в том числе творческого. Среди задачи – формирование активной жизненной позиции, развитие системы сотрудничества в молодежной среде. В этом году «Веснушка» соберет больше 7 тысяч артистов и зрителей. Итоги конкурса подведут 28 апреля. На голоконцерте в ДК «Современник» будут объявлены самые творческие СУЗы 2017 года, которые получат сертификаты на приобретение товаров в магазине электроники. Мариана Мирная, Сергей Баскин, События. Бей в кость! В Самаре прошел чемпионат Приволжского округа Национальной гвардии по рукопашному бою. За медали сражались бойцы ОМОНа и воинских частей. Кто выиграл турнир, расскажет Сергей Кизоркин. Новости спорта продолжит эфир. Богородская нацгвардия на турнир по рукопашному бою среди подразделений по Волжье готовилась основательно. Кроме тренировок провела внутренние соревнования и командировала в Самару лучших бойцов. В команде из 8 человек 2 мастера спорта международного класса и 2 кандидата в мастера спорта. Турнир очень высокого уровня. У нас в составе округа 7 команд – это подразделения воинских частей и 12 команд – это территориальных управлений. Поэтому очень высокий уровень чемпионата России. Восемь весовых категорий, 21 команда со всего по Волжье. Таков состав участников чемпионата Росгвардии по рукопашному бою. Самара выставила своих лучших спортсменов, точнее бойцов спецподразделений, которые в свободное от службы время увлекаются борьбой. Люди, которые неоднократно выезжали в служебные командировки на территории Северо-Кавказского региона. Свои повседневные деятельности они прикрывают сотрудников полиции. Оказываем силовую поддержку при задержании особо опасных преступников. Все приемы, которые они здесь будут применять, они применять не вправе. Но, тем не менее, эти умения и знания, они всегда прикрывают и порой спасают жизнь людей. Соревнования по рукопашному бою среди спецподразделений российской армии не новинка. Они проходили традиционно во внутренних войсках до формирования Росгвардии. Поэтому с образованием новой силовой структуры турнир решили оставить. Теперь конкуренция, правда, возросла. На татаме выходят еще и полицейские. Рукопашный бой является, наверное, одним из тех лакмусовых видов спорта, который показывает способность войск действовать и сотрудников действовать в экстремальных ситуациях. На первом турнире по рукопашному бою среди подразделений Росгвардии в Поволжье победили спортсмены из Кирова и Уфы. Самара заняла второе место. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Увидимся!